Звездные гости в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха не редкость. Однако впервые герои столичного глянца решили приложить руку к благоустройству парковой территории. В преддверии семейного праздника в честь православных святых Петра и Февронии многодетная мама Полина Деброва предложила создать в Одинцово аллею роз. Инициативу звездной жительницы района поддержал фонд «Планета женщин» и администрация. При поддержке Одинцовского района мы решили посадить, украсить Лазутинский парк, без того красивый, но его украсить нужно было розами. И именно сегодня, в этот день, приуроченный Дню Любви, мы решили сделать парк еще красивее вместе с нашими друзьями, близкими. Сегодня Полина вместе с известными артистами, звездами, которые приедут, очевидно, со своими семьями и детьми, будут рассаживать аллею роз. Также мы пригласили действительно семьи, у которых есть детишки с ограниченными возможностями. И вот такие семьи, это как раз есть настоящий пример, лучший пример того, как пример семьи и верности и любви. К благотворительному мероприятию присоединились друзья Читы Дебровых, Наталья Синчукова и Виктор Рыбин, Михаил Грушевский с супругой Анастасией Гребенкина, которые с Одинцова связывает немало. В свое время фигуристка тренировалась в Ледовом дворце под руководством Алексея Горшкова. Самые приятные воспоминания. Я очень любила этот город. Мы даже здесь снимали квартиру, чтобы просто между тренировками оставаться. Иногда оставались на ночь, потому что невозможно было мотаться в Москву, поэтому здесь прошло большое количество времени. От звездных гостей слепило глаза, а прекрасные леди все пребывали на праздник. Фонд «Планета женщин» создал немало цветочных аллей в Подмосковье. В этот раз героями праздника стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, что мы сами любим природу, мы еще и хотим подарить счастье этого момента самому, своими руками посадить детям, которые ограничены в каких-то возможностях. Розы – это некая кульминация цветочного всего искусства. Без розы, на мой взгляд, нельзя вообще представить себе ни один праздник. И если они будут здесь, я уверен, они здесь приживутся, будут процветать, здравствовать и радовать всех, кто в этом парке будет оказываться, то это такая долгоиграющая история. Погоде не прикажешь. Посадка нежных и прекрасных роз происходила под разноцветием зонтов. Рядом с каждым кустом именная табличка. Некоторые гости настолько прониклись мероприятием, что не могли сдержать эмоций. Можно одинцовкой водой помыть руки? Да, конечно. Нет, природный отзор, ничего не скажет. Спасибо огромное, семье сетюков, которые так ударно сутажать руки могут. Так, давай теперь я тебе помогаю. Свой цветок вместе с юным помощником посадил и клирик Георгиевского собора, отец Александр. Такие события на вес золота. Взять, вкопать розу вместе с папой – это, знаете, уже не цветочное дело, уже не ботаника, а что-то другое. А даже если розу и не вкапывать, хоть куда-нибудь прийти, хорошо. И уж совсем важно это событие для детишек, у кого и нет ни папы, ни мамы. Семейный праздник был полон сюрпризов. Для юных гостей – подарки от Полины Дибровой и Одинцовского благочения. Для всех участников мероприятия – концерт и аппетитное угощение. Аллея Рос стала красочным дополнением Одинцовского парка. И теперь уже неотъемлемой его частью, как напоминание о бережливом отношении к семье, любви и верности. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.